Вы слушаете новости по энергетике от AESH. Четверг, 23 января 2020 года. В заголовках мировой прессы CNBC сообщает. Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation инвестировали 100 миллионов в малоизвестный стартап из Великобритании Arrival, специализирующийся на электромобилях. Всего JP Morgan оценивает запуск электромобиля в Великобритании в 3,3 миллиарда долларов. Bloomberg Headline – более дешевые аккумуляторы, больше зарядных устройств для электромобилей. Аналитики BN и EF подсчитали, что мировые автомобильные компании продадут около 2,5 миллионов электромобилей в этом году, что на 20% больше, чем в 2019 году, в то время как Китай будет по-прежнему доминировать на мировом рынке электромобилей. Решение страны о сокращении субсидий поможет сместить импульс роста в Европу. Заголовок Wall Street Journal – неожиданный рост корпоративных облигаций представляет столь необходимую помощь некоторым энергетическим компаниям с более низким кредитным рейтингом, что позволяет им выпускать новые облигации, чтобы отодвинуть надвигающиеся сроки погашения. Заголовок Forbes – лучшие энергетические компании 2019 года. Наиболее впечатляющие показатели энергетического сектора в 2019 году были получены в секторе среднего бизнеса. Это компании, которые транспортируют и хранят нефть и газ. В этом секторе средние корпорации добились выдающихся результатов, в то время как компании среднего звена, которые структурированы как мастер-партнерские отношения, как правило, отставали. BBC сообщает, три энергетические компании должны заплатить в общей сложности 10,5 млн фунта стерлингов после отключения электричества в августе. Хотя отключение электроэнергии продолжалось менее часа, оно затронуло дома и предприятия и больницы, а железнодорожное сообщение было прервано на несколько дней. EnergyLifeNews.com сообщает, банк ЕС предоставляет 64 млн евро на поддержку ветропарка в Польше. Европейский инвестиционный банк согласился предоставить кредит в размере до 64 млн евро для поддержки строительства наземных ветропарков в Польше. PGE заключило кредитное соглашение с Е и Б для финансирования трех ветряных электростанций с общей установленной мощностью до 97 мегаватт. В заголовках публикации об энергетике и ресурсах SmartEnergy.com сообщает на своей главной странице. ABB и Volvo выиграли контракт со шведской фирмой общественного транспорта VAS Traffic. В рамках усилий по электрификации 100% городского движения Гетеборга к 2030 году. Электрические автобусы будут принадлежать TransDev и сделают более экологичными 180 млн поездок, совершенным автобусом каждый год. Электрический автобус будет перевозить 150 пассажиров и снизить выбросы углерода на 88%. Отчеты PowerGrid.com Забудьте об агрегаторах DER. Интеллектуальный потенциал станет отличительной чертой будущего. PowerN.com Заголовок EIA Ветер, солнечная и фотоэлектрическая энергия определяют американские газовые мощности в 2020 году. На долю Техаса будет приходиться 32% новейшей мощности ветра, а Оклахома, Вайомин, Колорадо и Миссури будут принимать 23%. Более половины солнечных фотоэлектрических установок в энергетическом масштабе будут сосредоточены в Техасе, Калифорнии, Флориде и Южной Каролине. Это была минута новостей по энергетике от АЭШ. Четверг, 23 января 2020 года. Подписывайтесь на наши каналы и ленты в социальных сетях, и вы постоянно будете в курсе глобальных новостей по энергетике.